Сегодня 140 юных атлетов боролись за призы на соревнованиях по шорт-треку. Перенастого города по этому виду спорта прошло на льду физкультурно-здоровительного комплекса «Заволжский». Уровень подготовки показали воспитанники двух сильнейших спортшкол области – Ярославля и Рыбинска. За соревнованиями наблюдал Владислав Старожук. Спортсменка под 58-м номером Мария Кирьянова в своей возрастной категории 13-летняя Ярославна с легкостью проходит финальную дистанцию в 1000 метров. Хотя лет 5 назад юная шорт-трекистка только встала на коньки, а сейчас забирает золото состязаний. Соперники были сильные, начали мы достаточно медленно, потому что дистанция 9 кругов, после чего мы разогнались и я обогнала. Конечно, хочется выступать на более крупных соревнованиях, побеждать там и получать от этого удовольствие. На городском первенстве выступают ребята от 9 до 15 лет, дистанции 500, 777 и 1000 метров. Но это только личные забеги. Есть еще и смешанная эстафета на 3 километра. За спортсменами наблюдают строгие судьи, которые обращают внимание на нарушение техники бега и прохождения дистанции. Один спортсмен может другого толкнуть, другой может упасть. У нас специально стоят защитные маты, которые помогают избежать получения какой-то там ушиба. И расстановка позиций в итоговом протоколе будет совсем другой. Среди конькобежцев разыграют 8 комплектов наград. Но к этим соревнованиям шорт-рекисты относятся со всей серьезностью, ведь на кону не только медали. Достаточно интересный спорт для детишек. Ну и, конечно же, это возможность получить какие-то результаты, получить опыт. Эти соревнования являются отборочными в сборную Ярославской области. Победители отправятся на межрегиональное первенство, которое пройдет в Твери 2 декабря. Владислав Старожук, Василий Мосин. Главные телевизионные новости.